Продолжение следует... После осмотра первый доклад. Проверки помещений, находящихся в здании колледжа, выполнены в полном объеме, проверены 100% помещений. Запертые кабинеты и другие помещения вскрывались, если там отсутствовали преподаватели. Соответственно, проверенные помещения закрыты, посторонних предметов не обнаружено. Несмотря на то, что это учение, здесь все максимально приближено к реальности, а все действия членов штаба должны четко соответствовать инструкции. Поступила информация о якобы возможном совершении террористического акта. Что должен делать руководитель образовательной организации в данной ситуации? Как он должен управлять своей организацией? Насколько он глубоко знает требования руководящих документов? Насколько глубоко преломляются эти вопросы в практической реализации в образовательной организации? Вот мы и хотим посмотреть. После осмотра здания выход на прилегающую территорию. Внимательно исследуется все припаркованные автомобили, колодцы и даже сугробы. Наличие следов, наличие повреждений снежного настоя может говорить о проникновении посторонних предметов на территорию колледжа, ну и, соответственно, о возможных последствиях. К учениям привлекаются преподаватели, имеющие опыт работы в подразделениях, обеспечивающих безопасность граждан. Учение не первый раз, учение проходит постоянно, так как учебное учреждение является местом повышенной опасности. Привлечение с меня и Михаила Евгеньевича Бабурина, как преподавателей, имеющих определенный опыт. Меня, как бывшего сотрудника аэропорта, из службы обеспечения авиационной безопасности Михаила Евгеньевича, как преподавателя по ВЖД и имеющего опыт работы в правоохранительных органах. Наконец, на прилегающей территории найден подозрительный рюкзак. Прикасаться к нему строжайше запрещено. Место оцепляется. Один из преподавателей остается его охранять. По системе оповещения колледжа звучит объявление. Добрый день, уважаемые преподаватели и студенты. На территории колледжа найден подозрительный предмет, похожий на взрывчатое устройство. Огромная просьба сохранять спокойствие, оставаться на местах, отключить мобильные телефоны, выключить все из розеток. В учениях задействованы части МЧС и правоохранительных органов. Приехавшие сотрудники полиции осмотрели находку и приняли решение об эвакуации. Прилетесь по этажам. Каждый человек по группе или по классу, как у вас. В общем, всех выводим. Через считанные секунды включается пожарная сигнализация. Эвакуация должна пройти в строго отведенное время. В здании в этот момент находилось порядка 300 человек, учеников и преподавателей. Они покинули помещение в нормативное время – 3 минуты. Эти учения – только часть комплекса мероприятий антитеррористического направления. Командно-штабные учения начались у нас вчера. Продолжительность – два дня. Регламент расписан на два дня. Вчерашний день организационный. То есть мы работали с документами, сознавали степень важности, разбирали каждый пункт по действиям. В общем-то, вот такие организационные мероприятия вчера мы проводили. Подобные тренировки на постоянной основе проводятся и в других учебных заведениях Ленинского района. После их окончания будут проанализированы действия всех участников и сделана работа над ошибками, если такие имелись. Максим Козлов, Егор Клябич. Видное ТВ.